МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сало на месте, соль вот она, чистая тряпочка имеется. Кажется, я полностью готов к началу программы. Здравствуйте, мои любознательные друзья! Пожалуйста, не пугайтесь, я не собираюсь превратить нашу Академию Занимательных Наук в кулинарную технику. Дело в том, что ко мне на сайт пришло письмо от Анфисы Чеботарёвой. Она пишет. Дорогой профессор, я прочитала, что все русские путешественники брали с собой в дорогу сало. Почему именно сало? Других продуктов, что ли, не было? И в каком виде они его ели? Неужели сырым? Отчего же не было других продуктов, уважаемая Анфиса? Да были. Но подумайте, какая энергоёмкость у сала. Съел в пути маленький кусочек. А калорий выработается, как будто после обеда из трёх блюд. Удобно? Удобно. Кроме того, намазал лицо свиным салом, и никакое обморожение не страшно. Простудился в дороге? Опять-таки выручит сало. В одном продукте и энергетический склад, и аптека. Вот поэтому наши землепроходцы и брали в путь этот замечательный продукт. Брали и сырым, и солёным. Тем более, что для того, чтобы засолить сало, большого умения не надо. Вот смотрите. Берём кусок и плотно засыпаем его солью. Сейчас, вот так вот. Не жалеем соли. Засыпаем, засыпаем, засыпаем. Со всех сторон засыпаем солью. Вот. Теперь заворачиваем в тряпочку. И ждём три дня. Можно было бы ещё добавить и чеснок, и перец, но и так сойдёт. Пока сало готовится, почитаем-ка ваши письма, мои любознательные друзья. Смотрите, какой интересный вопрос задал Федя Добровольский из Цемлянска. Федя пишет. Я знаю, что атмосфера Земли состоит из нескольких слоёв. Но почему возникли эти слои? Браво, Фёдор! Вопрос говорит о вашем пытливом уме. Я с удовольствием помогу вам найти причину расслояния атмосферы. Но сначала предлагаю вспомнить и назвать все её слои. Для тех ребят, которые чуть подзабыли. Вот этот кружочек – это Земля. Вплотную к ней прилегает слой тропосферы. Высота его 10-15 километров. Дальше начинается стратосфера. Высота которой достигает 50-55 километров. Приблизительно посередине стратосферы расположился озоновый слой. Очень-очень нужная штука. Озоновый слой поглощает вредную для живых организмов часть солнечного излучения. За стратосферой примерно до высоты 80 километров простирается мезосфера. Здесь, мои любознательные друзья, очень-очень холодно. Температура на каждый километр подъёма падает сразу на несколько десятков градусов ниже нуля. Следующий и последний слой атмосферы называется термосферой. Он состоит из двух частей. Ионосфера, которая заканчивается примерно на высоте 800 километров от поверхности Земли. Ну а за ней начинается экзосфера. Особой художественной ценностью мой рисунок, прямо скажем, не отличается, зато наглядно демонстрирует воздушную оболочку планеты. Итак, почему атмосфера разделилась на слои? По нескольким причинам. Начнём с того, что плотность воздуха с высотой становится меньше. В тропосфере воздух куда плотнее, чем, скажем, в мезосфере. Другая причина расслоения – это тепло. Сначала Солнце нагревает нашу планету, и только потом от неё нагревается атмосфера. Естественно, больше тепла остаётся тропосфере, так как она вплотную прилегает к его источнику Земли. Ну и, наконец, третья причина тому, что атмосфера планеты напоминает торт – солнечная радиация. Дело в том, что в ионосфере молекулы атмосферных газов почти полностью поглощают ультрафиолетовую радиацию Солнца. И в результате сама ионосфера прогревается до очень высоких температур. До 1700 градусов Цельсия. Дорогой Фёдор, надеюсь, я достаточно полно ответил на ваш вопрос. Вот и чудненько. С чистым сердцем я перехожу к письму Алёны Токмаковой. Алёна пишет. «Я очень люблю ходить в походы. У меня даже есть особый походный рюкзак. Ермак называется. Я подумал, а неужели в честь того Ермака? А я о нём ничего не знаю. Расскажите, пожалуйста, об этом человеке». С удовольствием, дорогая Лёна. Только нам нужно хорошенько экипироваться. Путь-то не близкий. Берём припасы. Вот и сало пригодилось. И укладываем его в этот мешок. Ну, друзья мои, с Богом. Друзья мои, мы сейчас с вами находимся на речном острове, который впоследствии назовут Ермаковым. Умоляю, ведите себя тихо. В тайге могут прятаться воины хана Кучума. И мы, вместо того, чтобы познакомиться с Ермаком, познакомимся с татарским пленом. А условия там, прям скажу, невесёлые. Согласно времени, в 16 веке с пленными не церемонились. Поэтому цссс. А вот и наш герой. Видите? По реке Серебрянки плывут казацкие струги. На первом из них в высокой мохнатой шапке сам атаман Ермак Тимофеевич Оленин. Струги причаливают к острову. Здесь казацкий отряд останется на короткий отдых, прежде чем углубиться в Уральские горы. Трудным будет путь по перевалам. Казаки топорами станут расчищать дорогу, на руках тащить тяжело груженные суда. К счастью, дальше откроется водный путь. Струги по Тоболу и Иртышу дойдут до Япончина. И тут у Ермака с татарой, с Кучумовыми бой был, а языка татарского не изымавша. Отряд Ермака выйдет победителем из первой своей уральской схватки. Урал поразит казаков своим богатством и своей суровостью. Им придется преодолевать непроходимые места, в которые даже местные охотники не рисковали заходить дальше нескольких десятков ферст. Не раз они сразятся с войском Кучума, сразятся и победят. До той ночи, когда татарские лазутчики спящими перебьют половину казаков. Но все это в будущем. Пока же, не предполагая худого, отряд разводит костры и готовится к ночлегу на острове Ермака. Здесь мы их и оставим. Историки расходятся во мнении о личности Ермака Тимофеевича. Но мы, географы, уверены, что своим походом он положил начало освоению и изучению Сибири. Открыл путь на Обь и Иртыш через Средний Урал. Вот, пожалуй, все, что я хотел рассказать об Ермаке и его походе. А нас с вами ждет письмо Кеши Росомахина. Иннокентий пишет. Летом мы с родителями побывали на Мертвом море, которое, оказывается, не море, а озеро. Я хотел бы узнать, где в мире есть такие же соленые озера. Дорогой Иннокентий, соленых озер довольно много. Но сегодня я предлагаю посетить одно из них. Где оно расположено? А вот здесь. Здесь лежит американский штат Калифорния. Красой и гордостью которого является не Голливуд, как вы подумали, а удивительное и прекрасное озеро Мона. К нему мы и отправимся. Да. Не забудьте взять с собой питьевую воду. Там с ней проблемы, ведь озеро-то соленое. Вот мы с вами и на месте. Правда, красиво? Вы пока любуйтесь окрестностями, а я вкратце расскажу вам об этом водоеме. Озеро Мона лежит на высоте около двух километров над уровнем моря. Средняя глубина 43 метра. Некогда Мона было куда больше. Но в середине прошлого века из него стали забирать воду для Лос-Анджелеса. В результате озеро обмелело настолько, что обнажились вон те известковые башни. А тот участок земли, видите, из острова превратился в полуостров. Но, слава богу, люди спохватились и приняли программу по сохранению уникального озера. Сейчас уровень воды постепенно поднимается. Что еще вам рассказать об этом озере? Ах да, соли в его воде растворено в два раза больше, чем в океанской воде. Название Мона переводится с языка индейцев кудзадика как муха. Некогда индейцы весьма их ценили. Муху потребляли в пищу, дарили друг другу в знак глубочайшего расположения. Ну, как мы сейчас дарим коробку из шоколадных конфет. А еще мухи служили жужжащей валютой. Ими расплачивались с другими племенами. Но хватит говорить о мухах. Давайте внимательно вглядимся в главное украшение озера. В эти нерукотворные башни, возвышающиеся над зеркальной гладью. Они возникли благодаря высокому содержанию кальция в озерной воде. По-моему, великолепное зрелище. Здесь вообще есть на что посмотреть. Когда вам надоест любоваться озером, посмотрите на горы его окружающие. Перед вами с одной стороны Сьерра-Невада, с другой Уайт-Маунтенс. И те, и другие стоят вашего внимания. Посмотрите, какие величественные вершины. Полюбуйтесь их высокогорными снегами. Не зря, право слова, не зря к озеру каждый год съезжаются миллионы туристов. Ради того, чтобы потом рассказывать друзьям и знакомым, что видели своими глазами озеро Мона и легендарные горы Сьерра-Невада. Кстати, то же самое теперь с полным правом можете говорить и вы. Сегодня мы переделали массу дел. Мы узнали, почему атмосфера Земли делится на слои. Вместе с отрядом Ермака начали освоение Сибири и посетили солёное озеро Мона. Но сколько интересного ждёт нас впереди. Присылайте, друзья, мои вопросы по адресу Москва, улица Марсистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» профессору Иноземцеву. Или оставляйте их на сайте телеканала www.radostemoya.ru С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев. До скорой встречи, мои любознательные друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова